Привет, меня зовут Алексей Марков, и сегодня я хочу вам рассказать об одном интересном исследовании. Следовалась склонность к подтверждению своей точки зрения, что мы в быту называем выдачей желаемого за действительное. Или по-другому, это схожая сверхуверенность. Спешу вам об этом рассказать, потому что это напрямую связано с инвестициями, а сейчас самое время заняться инвестициями. Ребята из Южной Кореи провели большой эксперимент. Они изучали, как информация из виртуальных сообществ, типа форумов и соцсетей, влияет на инвестиционные решения участников. И как она влияет на результаты их торговли. И выяснили, что инвесторы ищут на форумах и в соцсетях вполне конкретную информацию. Какую? Они ищут такую точку зрения, которая совпадает с их собственной. Таким образом, они еще больше убеждаются в своей правоте, в своем подходе. Ведь они лишний раз это подтверждают из... То есть они из просто уверенных становятся сверхуверенными. И это, безусловно, влияет на их дальнейшую судьбу. Там они, эти южнокорейские исследователи, они проанализировали 502 инвестора самого большого трейдерского сайта или комьюнити. И вот эта гипотеза подтвердилась самым натуральным образом. Выяснилось, что трейдеры в высшей степени подвержены выдавать желаемое за действительное. И во время чтения форумов, и чатов, и соцсетей. И более того, чем сильнее они хотят себя обмануть, тем более они потом уверены в своей правоте. То есть это такая адская замкнутая петля, которая все хуже и хуже им делает. То есть у них появляются более высокие ожидания от своего трейдинга. Они, соответственно, начинают думать, что торгуют на бирже лучше других. И поэтому будут чаще заключать сделки, но не значит, что эти сделки будут прибыльные. То есть доходность на самом деле у них будет заметно хуже всех остальных. И там у них в высшей степени получилось чуть ли не на 7%. И в целом результаты они подтвердили гипотезу, что участие во всевозможных трейдерских и инвестиционных комьюнити провоцирует ошибки. Более частые сделки, то есть более высокие комиссии брокера и в целом негативно сказываются на их прибыли. Что интересно, сейчас, в эпоху развитого интернета, народ уже, наверное, должен как-то понимать, что нельзя верить всем подряд. И в интернете тоже пишут неправду. И чужие мнения или аналитика на разных сайтах, они часто взяты с потолка или вообще под чьей-то больной фантазией, какого-то телеводчика. Но начинающие трейдеры, инвесторы, они сталкиваются с огромной массой статей, постов, комментариев. Они начинают заниматься совсем другим. Они выращивают свой социальный капитал, удовлетворяют свое чувство собственной важности, забывая о том, что они пришли за какой-то ценной информацией или за аналитикой. И в огромной куче данных они подсознательно будут выискивать те мнения, те статьи, которые подтверждают их собственную точку зрения, которая уже у них была. При этом среди миллионов разных интернет-комьюнити, инвестиционные комьюнити – это как раз одни из самых популярных. То есть это одна из самых опасных, на самом деле, вещей в интернете. У нас там есть Финам, Смартлаб, сейчас еще Тиньковский пульс появился. Там тусуется тьма людей. Все рассказывают всем подряд о своих успехах, о провалах некоторые рассказывают, о сделках, о мнениях. Они обмениваются разной совершенно непроверенной чепухой. И друг на друга все смотрят, читают, обсуждают исторические цены, графики, доходность, объемы торгов, разные индикаторы, которые они даже не понимают, как работают и что означают. И большинство из них даже настолько убеждаются в своей точке зрения, настолько верят этой информации, что они верят, что они владели каким-то ценным инсайдом. И это позволит им обыграть рынок, обыграть всех остальных. И они дальше ищут подтверждения своих сделок, своих теорий каких-то. И что происходит дальше, они находят. Поэтому итог один. Не читайте советских газет, форумов и сайтов. Информация оттуда только запутает ваши мысли. И верные решения вам принимать станет гораздо труднее. А вот неверные легче. С вами был Алексей Марков. Всем удачи, пока.